Ребята, всем привет! Давно не было обзоров на микродвигатели. Сегодня такой вот случай, когда мы рассмотрим один очень интересный экземпляр. Куплен он был не просто так. На его базе хочу создать очень интересный проект. Мне нужна сверх экономичная силовая установка, которая будет потреблять очень мало энергии, долго работать и выдавать приличную тягу. Вот как раз таки на сегодняшний день делаю ставку на этот двигатель. Движок был куплен за 2000 рублей. Максимальная мощность у него что-то около 500 ватт и 330 кВт у него на вольт. То есть 330 оборотов на 1 вольт он выдает. Это получается низкоскоростной мотор, низко оборотистый, но тяговитый. Такие обычно используются в квадрокоптерах. Масса очень важная характеристика для будущего проекта. Поэтому взвесим, посмотрим, сколько он весит. Весит он 88 грамм, то есть довольно-таки легкий. Сегодня мы испытаем его связки с карбоновыми винтами. Их я тоже покупал отдельно. Сам пока что такие не делаю, хотя в принципе это несложно и можно осуществить. Но нужно много времени, чтобы сделать матрицы. Винты полностью карбоновые. Из настоящего карбона. Вот такие красавчики. Стоят, кстати, на удивление весьма недорого. Винт имеет диаметр 47 сантиметров. Довольно-таки большой. Это тоже квадрокоптерные винты для больших квадриков. Мне важно, чтобы на маленькой мощности давало приличную тягу. Ну и опять же важность веса. Культуру веса нужно соблюдать. 39 грамм весит. Есть второй вариант модернизированный. Я его немного подтачивал, добалансировал. Здесь вот убирал излишнюю жесткость. Так как мне на всю не надо мощность подавать будет. Я вот здесь облегчил. Также заточил сзади остро кромку заднюю. Ну мы еще и сравним на тягу. Какой винтик лучше? Кастомный мой, доработанный. Или вот так сказать из коробки, из упаковки достатый. Ну и смотрим вес. Тот был 39, этот 33,8. 34 грамма получается весить. Получается облегчено на 5 грамм. Кстати, карбон здесь очень жесткий. Очень трудно было его облегчать. Наждачки тупятся. И дело идет очень долго. Пришлось пользоваться респираторами. Эта пыль очень вредная, угольная. Она оседает в легких и никак оттуда не выводится. Давайте соберем уже. Поставим на стенд и попробуем. Кстати, пришлось сваять новый стенд под это дело. Потому что нужно будет производить длительные испытания. Поставим для начала заводской винт. Кастомный, потом будем пробовать. Рекорд винтовой тяги на канале порядка 4-4,5 килограмм. Возможно с этим двигателем, хоть он и небольшой, с этим винтом удастся этот рекорд превзойти. Хотя цель покупки его и не в этом. Но тоже будет интересно посмотреть, какую максималку он сможет выдать. Стенд представляет из себя подвижную конструкцию на длинном рычаге, чтобы минимизировать потери на трение. Здесь нужно совсем небольшое усилие, чтобы сдвинуть шарнир с места. Для начала оценим тягу на небольшом 2С аккумуляторе. Аккумуляторе, который выдает 8 вольт. Для этого поставлю небольшой регулятор мощности. И вот такую батарею 2С. Подключаю. Отлично. Движок загрузился. Значит все должно работать. Итак, движением вот этой рукоятки мы можем добавлять обороты. Вот так самый малый газ. Маслает неплохо. Даже ветер идет. Ну и пробуем на максимальную тягу. 515 грамм тяги. Теперь 3С аккумулятор. 12 вольт на борту. На всю. 1,2 килограмма. Ох и ветер. Ребята, проверка на 6С батареи. 22 вольта. Здесь должна быть максимальная тяга. Тут уже надо аккуратно, а то что-то я боюсь. Давай потихоньку. Давай, поддавай. Давай, давай. Давай. Так, давай. 2,5 килограмм тяги. Фух. Это как бы немало, ребята. Уже довольно таки сильно. Движок поднагрелся. Температура около 60 градусов. Это для них уже прилично. Нельзя долго включать на 6С с этим огромным винтом. Но мне такой винт нужен, чтобы он тягу давал на малой мощности на небольших оборотах. Поменял на модернизированный винт. Давайте попробуем, вообще изменяется что-то от этих модернизаций или нет. Итак, стартуем. Тихо-тихо-тихо-тихо выключаю. Винты продаются парами. Один левый, один правый. Надо было поменять на регуляторе провода. Две фазы нужно было поменять, чтобы в другую сторону движок начал вращаться. Сейчас сделаем. Чуть не порубало. Теперь не порубает. 2,9 килограмма. Даже там под трешку скакало. Как минимум добавилось на 200 грамм. Все-таки модернизации что-то дают. Я всего лишь заострил заднюю кромку по внешнему вот этому вот радиусу. И переднюю кромку сделал более совершенную. Она здесь была просто затуплена. Ну а я немножечко ее вот так вот спрофилировал. И 200 грамм добавил. То есть под 3 килограмма тяги получилось. Отлично! Следующая стадия проверка на экономичность. Батарея полностью заряжена. Я знаю какую она выдает тягу. Просто запущу на максимум и пусть работает до полного вырабатывания энергии. Прикрутил к тискам, чтобы не держать вручную. Никуда оно не денется теперь. Начало работы у нас полный заряд аккумулятора. А конец работы будет, когда запищит вот это устройство. Запищит оно, когда баночка высадится до 3 вольт. Одна из банок. Здесь их две. Итак, засекаем время секундомером и стартуем на всю. Сейчас тяга 500 грамм. Как запищит, мы остановимся и посмотрим, сколько покажет. Запустил с тюнингованным винтом. Он тянет лучше и, скорее всего, сопротивление у него меньше и экономичность выше соответственно. Прошла 21 минута, оно все еще работает. Проверял тягу, упало на 100 грамм с 500 до 400 за счет понижения напряжения. Прошло почти полчаса, все еще бодрячком. Измерял тягу, по-прежнему более 400 грамм выдает. И еще есть напряжение у нас в запасе. До 3 вольт на банку еще далеко. Так, ребята, скоро будет выключение. 37 минут прошло, 38. Чувствуется, что мотор меньше стал тянуть. Ладно, выключаем. Тяга уже очень маленькая явно была. Просто в регуляторах заложено. Когда батарейка садится, двигатель начинает меньше тянуть. Хватило на 38 минут ровно. Немного больше прошло. Вот такая у него экономичность. 2700 миллиампер час. 2С батарейка. И где-то 500-400 грамм тяги на всем протяжении было. Ну и еще один тест на время, ребята. Нужно собрать как можно больше данных. Поставим 3С батарею 12 вольтовую. Она и по емкости немножко больше, но и тяги она дает гораздо больше. На ней 1,2 килограмма тяги. И также посмотрим время, которое получится на максимуме работы. Вангую, что проработает минут 20-25. Наклоняется стенд. Добавил токарный патрон. Сделал сброс по времени и поехали. Теперь телепает гораздо жестче. 20 минут прошло. Измеряем тягу. Филой 80 грамм. Теперь ждем полного разряда. Посмотрим, насколько же хватит всё-таки её. Произошло падение. Чувствую, сейчас отрубится уже. Но тем не менее 855 грамм тянет. Всё, отключилось. 24 минуты 15 секунд. Записал измерение времени. Ну а теперь, ребята, чтобы действительно было всё точно, нужно проверить батареи. Поставим их опять на зарядку и посмотрим, сколько зарядка в них вольет энергии. Потому что вот эти вот цифры 4200 и 2700, это скорее всего неправдивые цифры будут. Пошла зарядка и когда она закончится, вот здесь будут правдивые цифры. Заряжаю сразу две батарейки. Вот такой интересной двойной зарядкой. Зарядка, кстати, очень мощная. Итак, батарейки зарядились у этой 2500 миллиампер часов. Ну практически то, что и написано на батарейке. Здесь батарея уже не новая. Здесь всего 3700 вошло. Всё, теперь у меня есть пища для размышлений. Смогу ли я реализовать с этим двигателем и винтами тот самый проект, который задумал. Ну а у меня на этом всё, ребята. На винтики и на двигатель я оставлю ссылки. Но помните, что с них я ничего не зарабатываю, хотя мог бы. У меня на этом всё. Кому интересна вся эта тема, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. У меня на этом всё. Всех благодарю за внимание и всем пока!